Слава Тебе, Господь! Мы благодарим Тебя за этот день, благодарим Тебя за эту возможность, благодарим Тебя за то, что Ты рядом, за то, что Ты никогда не опаздываешь, никогда не перестаешь, из уст Твоих исходит правда, слово неизменное, перед Тобой склонится всякое колено, древних небесных и преисподних, и мы славим Тебя, Боже, превозносим Тебя. Благодарим Тебя за всё, что Ты делаешь, делал и будешь делать в нас и через нас. Слава Тебе, Господь! Хвала Тебе! Поклонение! Аминь! Значит, сегодня у нас как бы праздничная глава, я не знаю, что вы делали в прошлый раз, но сегодня у нас последний день праздника, и вообще делается праздничная трапеза, очень такая с заходом солнца, она делается вчера, делается сегодня, и люди собираются для того, чтобы пережить, как бы, любовь и явный свет Мессии, так это называется, да, то есть это возможность, в принципе, переживать заново то, что было сделано 2000 лет назад, это то, что было сделано почти 6000 назад, да, или 5000 назад, когда они выходили из Египта, и понимать, что у этого праздника есть возможность, есть способность вывести нас из личного какого-то рабства и ограничения, вывести нас из общего какого-то рабства и ограничения, то есть у этого как бы праздника, вообще у каждого праздника, или точнее не праздника, а назначенного времени, да, потому что любое то, что мы называем праздником, это назначенное Богом время для встречи со своим народом, да, и каждое такое назначенное время, это как свидание, да, то есть это каждая суббота, это все вот эти вот осенние-весенние праздники, когда Бог приходит особым образом и встречается с людьми, ну, совершенно по-другому, иначе, то есть как бы, если в осенние праздники Он приходит как просто людин, если, ну, вообще представить себе Его как царь, да, который спускается просто в этот мир, как просто людин, и таким образом встречается с народом, и как бы доступ к нему открытый, гораздо ближе, то в Песах Он приходит, как, наверное, царь, я так думаю, как мощное какое-то проявление, да, то есть Он захватывает, ну, как бы, если мы читаем эту историю, сейчас мы её прочтём, да, то есть, но Он захватывает страну, да, фактически Он берёт Египет полностью, то есть Он говорят так, что ни колдун не может войти в город, не взяв ворота города, это духовный принцип, и никто не может взять город, если Он не возьмёт ворота, и у каждого города, у каждой страны есть духовные ворота, да, есть ворота воздушные, ворота земные, ворота подземные, ворота водные, любая магистраль, которая ведёт в город это ворота, любое кладбище это ворота, любые, как бы, вокзалы это ворота, то есть транспортные развязки такие большие, сильные, да, ну, плюс то, что стоит на высотах, то, что стоит как бог в этом городе, да, как охрана какая-то, да, Если кладбище на высоте, значит, смерть правит. Если ресторан на высоте, значит, разгул правит. Если церковь на высоте, то может религия править и так далее. То есть у каждого, у каждых ворот есть своя сила и своя власть. Если Бог хотел взять Египет для того, чтобы вывезти оттуда свой народ, ему нужно было разобраться с правлением, которое там было. И поэтому все эти 10 казней, которые претерпевал Египет в течение практически одного года, они были ответом Бога на правящую власть в духовном мире в том регионе, в той стране, в том народе. То есть он разбирался с богами, он разбирался с волхвами, он разбирался со всеми. Даже с последнего казни этого ягнёнка, это тоже был один из богов Египта. И когда они принесли его в жертву на глазах у землённой публики, то есть это нежное существо было зарезано и зажарено во дворах тех евреев, то смотревшие египтяне видели, как их бог просто умирает зажаренным. И потом ещё его кровью помазали косяки дверей, то есть полностью унизили, насколько это возможно. Фактически то, что потом проходит Иисус, полное унижение. То есть сегодня кто-то мне прислал такой стих, душевыворачивающий, насчёт того, что сделал Бог. Он снял с нас смоковные листья, и я, конечно, не смогу повторить так стихотворно, пришлю вам потом послушать, но смысл такой, что он из сына своего разрезов сделал нам одежду. И наша ногота сокрылась в одежде Сына Его. И теперь не видно нашего греха, не видно нашей нечистоты, не видно нашей грязи, ноготы и так далее, потому что видно только Иисуса, видно Его кожу, видно Его покров полностью. То есть как будто бы все мы — это Иисус. То есть как бы то, что Богу пришлось пережить. То есть Он перешёл вот это вот распятие, Его прибили, ногами издевались, пробивали грудь, из груди текла вода и кровь, как символ смерти. И вот интересно, тоже сегодня я слышала такую мысль, что такое Машех? Машех — это дословно на иврите «мессия», да, все знают. Но Машех — это ещё от слова «помазанный», «помазанный», да, «помазанный». То есть тот, на кого было возлито масло в достаточном количестве, и который был уполномочен для того, чтобы быть тем освободителем или тем, скажем, человеком во власти, который может и имеет полномочия и возможность освободить. Поэтому были цари Мессии, как Марина мечет, были священники помазанные, да, были вот это вот, вот так говорит Господь помазаннику своему Киру, да, кто его помазывал. То есть есть определённые, ну, как бы помазанные священники, помазанные цари, помазанные пророки. То есть помазание — это отделение, да, и вот это вот слово «помазанный» Машех, оно как бы вот эту функцию выполняет. И кто такой Машех, которого все ждут, и что сделал Иисус, да? То есть он тот человек, который был послан Богом, да, 100% человек, 100% Бог, который был послан на эту землю для того, чтобы быть уполномоченными, скупить нас. И сегодня услышала интересную расшифровку аббревиатуры Машех по буквам. И там есть много вариантов, но одна вот там не очень коснулась. И Мэм — это вода, это переход. И вообще Слово Божие, оно связывается с водой, да, и приравнивается в Писании к воде, да, и Дух Божий связывается с водой, так интересно, да? И Шин — Ше, да, это масло, масло. И Израиль сравнивается с маслиной, наверное, слышали, да? Маслина дикая, маслина не дикая. Ты не гордись, не бойся, да, дикая маслина. Временных 11 Павел говорит. И интересно, что маслина даёт масло, да? Именно это масло из маслины заправляли в светильник золотой в храме каждую ночь. Для того, чтобы она горела, она нора зажжённая, да? Как символ личного присутствия Божьего. И вот эта вот вторая такая буква, она обозначается, ну, букву Шинь, то есть масло. Вот получается вообще имя Машиах, Мэм, Шинь, Юд и Хэт — это четыре вида очень важных, как бы, напитков, можно так сказать. Ну, не напитков, а жидкостей, которые имеют каждую свою какую-то пророческую грань. Вот первое, мы сказали, это вода, без воды человечество жить не может, да? В воде человек плавает в утробе, да, рождается, выливается вода. То есть всё связано с водой, то есть и, как бы, даже Муше было взято из воды, имя Моисея, да? То есть всё связано с водой. Это первое. Такая жидкость, вторая — это вот масло. Интересный фактор, что маслины, оказывается, я не знала, они не могут соединяться с другими деревьями. То есть невозможно сделать гибрид маслины и ещё чего-то. То есть маслина может одичать, когда, например, ветка от неё отрубается или отсекается, или она просто падает, и она может врасти в землю произвольно, да, и будет дикая маслина. То есть будут маленькие плоды, мало масла, мало мяса, будет косточка и шкура фактически, да? И дикая и садовая маслина та, за которую ухаживают, которую удобряют, которую поливают и так далее. Тогда у неё будет косточка и очень много мяса на ней, да, и кожа, и тогда много масла она даёт. То есть и в любом случае она не может скреститься с яблони, с грушей или там с чем-то ещё. И, ну, Писание сравнивается с этим тоже, да, и Израиль сравнивается с этим, потому что Израиль не может скрещаться, скрещиваться, скажем так, ни с каким другим деревом, да, то есть поэтому деревнеющий маслиной назвал тебя Господь, да, в саду своём. То есть маслина, маслина, маслина. И второе дерево, с которым сравнивается Израиль, Иисус говорит, я лоза, а вы ветки, это виноград. И оказывается, виноград тоже невозможно скрещивать между собой, ну, разные виды не приживаются. И поэтому вино, которое ты пьёшь, тоже как бы сравнивается, кровь, вино, да, вот вещерю мы принимаем, виноградный сок, очень много об этом сказано, Божий виноградник, народ Божий и так далее. То есть сколько бы лет ни прошло, какие бы ситуации ни были, но, например, все империи, которые захватывали Израиль и пытались уничтожать, брали в плен, там, рассеивали и так далее, все эти империи фактически сейчас находятся уже в Википедии. То есть мы можем о них прочитать, мы можем о них узнать, но на карте их нет, и они исчезли. Но Божий народ, он сохранился и продолжает сохраняться, и из этого мы можем понять, во-первых, что Бог праведный, Бог верный, Бог справедливый, и Он, ну, как бы хранит Своё Слово, и Он действует суверенно. И даже если мы не видим каких-то ответов сразу, не видим каких-то результатов сразу, и нам кажется, что не счастливо процветает, а праведник там страдает, или Ему там не додают, или Он не дополучает каких-то вещей, то если смотреть в признанную историю, а именно в этот праздник Бог предлагает смотреть в признанную историю немножко шире, немножко дальше, назад, через века, когда Он выводил свой народ, как Он там действовал, когда выводил, как менялась власть, как менялась влияние, как Он сокрушал всё, и как показывало различия между служащими и неслужащими, то, что Он обещал, что будут последние дни, да, что Он покажет разницу между теми, кто его и кто не его, да, и вот так Он показывал в Египте, что у одних был голод, у других был хлеб, у одних была тьма, у других был свет, у одних были болезни смертельные и пагуба, и не только у них лично, но и у их животных, у других ничего не было, и это была одна территория, географическое место, и Бог мог избирательно наказывать и избирательно благословлять, показывая свою мощь. И то же самое, как эти мошки и так далее, вот эти вот жабы и так далее, то есть как можно как бы неразумным животным, даже там же блохам или мошкам или вшам, разрешить куда-то идти или не идти, как можно их заставить куда-то, ну, как бы проникать, куда-то нет. То есть в этом Бог показывал свою всесильность, если вы помните, то волхвы, они остановились в шах, потому что они не могли сделать то же самое, что сделал Моисея Иором силой Божией. И в каком-то моменте есть возможность имитации, в каком-то моменте есть возможность подражания, есть возможность проявлять силу колдовскую не Божию, но это только до четвёртой казни из десяти. То есть четвёртая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая казни, они уже были бессильны. То есть вначале кажется, что они сильнее, они страшнее, они могут как-то влиять, они могут что-то делать, но на самом деле они в какой-то момент окажутся бессильны. И Бог будет методично ставить всех на место и показывать им, что Он царь над всем, а не они, и что это всего лишь пародия или попытка имитации, сделать что-то, как Он. Даже вот слово абракадабра, это все маги используют, все считают, что это страшное заклятие, но на самом деле это слово севрита, которое маги пытались просто воплотить в жизнь, словосочетание дословно севрита, создадим, как скажем, ябреки добре, то есть создадим, как скажем, то есть что Бог делал? Он сказал, и стало так, да, первая глава. И вот эти маги и колдуны тут же пытаются сказать и применить это словосочетание, чтобы начало работать и в их жизни тоже. Но это имитация, то есть до определенного уровня у них получится, а потом они окажутся бессильны. И это важно знать и понимать, и Господь это просто открывает очень мощным образом. Итак, возвращаясь к имени Машех, к значению Машех, значит, третье – это вино. Это вино, и поэтому Иисус взял хлеб и вино, да, и благословила, сказал, примите каждый шаббат. Весь народ Израиля делает хлеб и вино и соль, потому что каждая жертва солью осолится, да, и каждая жертва огнем осолится. И завет солью, он вечный завет, поэтому при каждой жертве нужно было приносить соль. И вот в каждую субботу, и вспоминая об Иисусе, когда делают вечерю, то есть он ничего нового не придумал, он дал тот же ритуал, который делали каждый шаббат, и который делали каждую Пасху, Песах. И вот это вот приносилось – вино, хлеб и соль. И вот вино мы знаем, что обязательно в Песах пьют по четыре бокала. То есть такое правило. То есть я так когда-то думала, что мне такое приходило, что когда мы принимаем вечерю, тоже неплохо было бы пить хотя бы четыре глотка, да, там за спасение, за освобождение, за искупление и за исцеление. То есть четыре. И у тебя как бы получается полнота тогда. Каждый глоток ему дается свой вес. То есть не на один глоток навешиваются все провозглашения и все какие-то, ну, как мы молимся за вечерю, да, на несколько глотков. То есть каждый глоток я пью, например, свое освобождение от проклятий, от боли, от греха, от страха, там и так далее, да, и я пью этот глоток. Потом я осознанно пью глоток за спасение, например, да, осознанно пью глоток за исцеление. И как бы, соответственно, хлеб тоже. И совершенно другое ощущение приходит. Ну, когда-то мне Бог это открывал, я поделилась и приехала в Италию. Там пастора так принимают. Мне так интересно было, что Бог везде открывает одинаково. То есть вот в прессах, в первую трапезу и в последнюю, то, что сегодня, пьют четыре бокала. То есть не глотка, а бокала. И вообще вино – это как символ радости какой-то, да, то есть праздника, того, что ты можешь отдыхать и радоваться перед Богом своим, да, пей, ешь, веселись. И это не что-то внешнее, это что-то внутреннее, потому что приходит внутренняя радость, когда кто-то вино употреблял, если, да, и не призываешься к пьянству, конечно. Ну, вообще, когда кто-то принимает хотя бы бокал вина выпивать, меняется настроение, меняется состояние на физическом уровне. И оно даже полезно в какой-то степени. И вот Бог как бы повелевает, да, таким образом, что радуйтесь, пейте передо мной, веселитесь, ликуйте и танцуйте. Но не каждый день, а вот в празднике определенным образом, да. И вот вино – тоже очень важный напиток, и вот плюс оно тоже обеспечивает народ, который остался существовать в чистом виде и ни с кем не смешался в эти века. И третья, четвертая буква – это хэд. Хэд, хэд. Это молоко, халав. Молоко. Ну, все мы знаем, что чистое словесное молоко, и что человек, когда рождается, первый напиток, который он употребляет, это молоко, на чём он возрастает, и всем млекопитающим кормит молоком своей детёнышей. И молоко – это необходимая как бы тоже жидкость. В принципе, человек может даже прожить жизнь на молоке, хотя есть исследования, которые говорят, что молоко в взрослом возрасте не полезно, но, тем не менее, оно последнее место занимает в этих четырёх напитках. То есть я думаю, что вес у него тоже есть определённый. Ну, плюс оно, я думаю, створяет чистоту, да. Как снег убелю, Господь говорит, если грехи твои, как багряны, как снег убелю. И пучину морскую, пена белая, да. То есть это жидкость с белым цветом, с чистотой, с красотой, с каким-то величием, с правдой какой-то, да. То есть вот это вот молоко. Плюс там от молока, помните в песне-песне «Зубы его белы»? То есть как бы много на молоко есть ссылок. И вот такой интересный трактат мне понравился. Поэтому захотелось с вами поделиться вот этой информацией и поразмышлять ещё о том, насколько Господь движется. Интересно, что именно в этот песок, да, были выборы. И в Украине выиграл тот, кто выиграл, да, мы знаем, Зеленский, что перед этим Бог поднял Трампа, да, который есть его козырь. Если переводить дословно с английского, Трамп — это козырь. А было такое сильное пророчество, где Бог говорил о том, что поднимет своего козыря в последние дни, и его козырь побьёт все остальные карты, да, которые есть на мировой арене. И Господь просто двинулся в этом вопросе. И интересно, что отец также мне вчера просто проговорил, что идут изменения правления, что он разбирается со всем миром и срамит всех богов. И, видимо, мы увидим скоро результаты, хотя мы уже даже не понимаем, вообще в центре чего мы находимся, как народ Божий не понимал, чтобы Бог пришёл их освободить, да, и все обстоятельства говорили и показывали, что оно вообще не во благо было. То есть оно было, наоборот, какое-то неприятное состояние, что стало хуже, хуже стало с пропитанием, да, хуже стало добивать финансы. И по всем показателям оно показывало, что, ну, как бы неблагословение пришло от того, что Бог пришёл и послал своих посланников, не для того, чтобы вызвать какое-то злоречие, злословие, да, чтобы освобождалось в адрес Бога, Его слуг, Его посланников. И я раньше тоже получала такое откровение, которое мне сейчас Бог прям напоминает, что у Бога день начинается с вечера. И часто, когда мы какое-то получаем откровение, или посещение, или наполнение, или призыв, или какое-то слово от Бога, то мы, не зная принципов Божьих, да, мы думаем, что наступило утро, и что сейчас у нас будет светлый, чистый, красивый день, который закончится вечером. А на самом деле это был вечер, и ты получил это слово, и тьма начинает сгущаться. Наступает глубокая ночь. И ночь, она длинная, да, то есть как бы если с вечера смотреть до утра, там довольно длинный период проходит. И наступает утро, тьма сгущается перед рассветом, все это знают. И иногда ты думаешь, почему я получил слово, почему я получил откровение, почему я получил такое помазание, такое освоение, вдруг нашло такое давление, такая тьма, и как будто меня Бог вообще не слышит, не видит. И как вообще это возможно, жить в такой ситуации, где Бог вообще, да, то есть наступает такой момент, даже Мария, получив слово, да, о том, что она забеременела Иисуса, переживает тоже этот стресс. Может быть, никто на это не обращает внимания особо, но когда Ангел Гавриил ей даёт это послание, она его принимает, приходит её жених и говорит, я хочу тебя отпустить. То есть я, конечно, тебе верю, дорогая, но я не хочу этого позора вместе с тобой, хочу тебя отпустить. И Богу приходится вмешаться в их отношения и поговорить с ним лично и заставить его не уходить и не отпускать, а принять то, что он дал. Да, но вот этот момент стресса, момент вот этой тьмы, вот этой ночи, она переживает. Я в этом уверена. То есть это очень неприятно оказаться блудницей, да, или там нагулиным животом в обществе в те времена, да. То есть мы знаем, что когда Фабарь забеременела от Иуды, и ему сказали, что она загуляла, то казнь в костре. То есть это такое тоже испытание определенное. И любая вещь, которую Бог дает, любое рождение, рожденное от Бога внутри нас, оно обязательно будет испытано. То есть Иосиф получил такие крутые пророчества сны о себе, да, и небо, и там, и уна, и солнце ему поклонились, и звезды поклонились и так далее, да. Но прежде чем это случилось, наступил долгий период ночи. То есть вечер, который перешел в ночь, который, ну, полностью, даже он так опрокидывал все его ожидания, все его какие-то предположения о том, как это должно быть, да. То есть оно, ну, то есть получается, что много-много людей в жизни своей разочаровываются из-за того, что комплекс ожиданий не срабатывает. Это вообще доказано уже психологами по всему миру, что когда мы чего-то ожидаем, и ожидание не срабатывает, у нас наступает внутренний облом, разочарование и раздражение, и даже злость, да, и как бы апатия. То есть, и если нету ожидания, то нету разочарования. Но чем сильнее ожидание, и чем сильнее разочарование и боль, если это не исполнилось. И поэтому так часто дьяволы используют вот эти вот моменты, когда мы ожидаем, 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 и вдруг получаем какие-то испытания. И в испытаниях нам нужно выстоять для того, чтобы потом получить ожидаемое, да. Вера же есть осуществление ожидаемого, уверенность невидима. То есть вот эта вот мудрость, вот этого комплекса ожиданий не развивать внутри себя, с одной стороны, не обламываться, а с другой стороны, ожидать и верить, зная, что если Бог сказал, то обязательно исполнить, потому что он не человек, чтобы ему врать, не сын человеческий, чтобы молгать. И он верен, обещавший, да. То есть вот этот баланс держать, то есть не разочароваться и в то же время дождаться, и не обломаться, и знать просто, что если наступает вечер и ночь, то значит скоро наступит утро и день. И тогда будет всё так, как Бог сказал, но это будет уже завершающим аккордом, а не начальным аккордом. Иногда вот люди, не понимая этого принципа, очень сильно продают и обламываются. Аминь. Вот то, что хотела сказать. Давайте тогда прочитаем то, что Марина нам написала. И сказал им, и созвал Моисей всех старейшин Израилевых, и сказал им, выберите и возьмите себе агнцев по семействам вашим, и заколите Пасху. И возьмите пучок Исопа, и омочите в кровь, которая в сосуде, и помажьте перекладину и оба косяка дверей кровью, которая в сосуде. А вы, никто не выходите за дверью дома своего до утра. И пойдёт Господь поражать Египет и увидит кровь на перекладине и на обоих косяках. И пройдёт Господь мимо дверей и не попустит губителю войти в домы ваши для поражения. Охраните сие, как закон для себя и для сынов своих на веки. И когда войдёте в землю, которую Господь даст вам, как Он говорил, соблюдайте сие служение. И когда скажут вам дети ваши, что это за служение, «Скажите, это пасхальная жертва Господу, который прошёл мимо домов сынов Израилевых в Египте, когда поражал египтян, и домы наши избавил. И преклонился народ, и поклонился. И пошли сыны Израилевы и сделали, как повелел Господь Моисею и Араону, так и сделали. И в полночь Господь поразил всех первенцев в земле египетской, от первенцев фараона, сидевшего на престоле своём, до первенца-узника, находящегося в темнице. И всё первородное из скота. И стал фараон ночью сам, и все рабы его, и весь Египет. И сделался великий вопль в земле египетской. И не было дома, где не было бы мертвеца. И призвал фараон Моисея и Араона ночью, и сказал, «Встаньте, и выйдите из среды народа моего, как вы, так и сыны Израилевы, и пойдите, и совершите служение Господу, как говорили вы. и мелкий скот, и крупный скот ваш возьмите, как вы говорили, и пойдите и благословите меня». И понуждали египтяне народ, чтобы скорее высадить его из земли той, ибо говорили о ней, «Мы все помрем». И понёс народ тесто своё прежде, нежели оно вскисло. Квашни их, завязаны в одеждах их, были на плечах их. И сделали сыны Израилевы по слову Моисея и просили у египтян вещей серебряных и вещей золотых и одежд. Господь ждал милость народу своему в глазах египтян, и они давали ему, и обобрал он египтян. И отправились сыны Израилевы из Рамсеса в Саххов до 600 тысяч пеших мужчин, кроме детей. И множество разноплеменных людей вышли с ними, и мелкий, и крупный скот, стадо весьма большое. И испекли они из теста, которое вынесли из Египта, пресные лепёшки, ибо оно ещё не вскисло, потому что они выгнаны были из Египта и не могли медлить. И даже пищу не приготовили себе на дорогу. Времени же, в которой сыны Израилевы обитали в Египте, было 430 лет. И по происшествии 430 лет в этот самый день вышло всё ополчение Господня из земли египетской ночью. «Это ночь в день Господу за изведение их из земли египетской. Это самая ночь в день Господу у всех сынов Израилевых в роды их. И сказал Господь Моисею и Араону, вот устав Пасхи. Никакой иноплеменник не должен есть её. А всякий раб, купленный за серебро, когда обрежешь его, может есть её. И поселенец, и наёмник не должен есть её. В одном доме должно есть её. Не выносите мясо вон из дома, и кости её не сокрушайте. Всё, что общество Израилева должно совершать её. Если же поселится у тебя пришелец и захочет совершить Пасху Господню, то обрежь у него всех мужского пола, и тогда пусть он приступит к совершению её и будет как природный житель земли. И никакой необрезанный не должен есть её. Один закон будет и для природного жителя, и для пришельца, поселившегося между вами. И сделали все сыны Израилевы, как повелел Господь Моисей и Араону. Так и сделали. В тот самый день Господь вывел снов Израилевых из земли египетской по ополчениям их. Аминь. Ну, сильно, на самом деле. Там вот если посмотреть вообще, что происходило, то пролилось два вида крови, да? Пролилась кровь человека за счёт того, что делали обрезание, для того, чтобы войти в общество Господне, да? И участие принимать в Пасхе. И пролилась кровь Агнца. То есть, плата же грех смерть, да? Мы знаем. И без пролития крови не бывает покрытие грехов. Интересно, что есть что-то, что от человека требуется, и что-то, что делается от Бога, да? То есть, сначала это была Агнца. Ну, как бы, животное, не связанное с человеком. Но животное должно было три дня жить в доме у человека, привязанное ножки в спальне, в кровати, да? И это годовалый маленький ягнёнок, который очень-очень такой красивый, миленький, нежненький, приятненький. И у многих людей есть какое-то, да, такое привязанность к животным, к животным. И особенно к миленьким, когда они детёныши, это вообще так привязываются люди, да, прилипают. Я помню, была маленькая, и мне очень хотелось маленькую собачку-пудель. Я не поняла тогда, что они растут. Вот щеночек мне очень нравился. Я ходила каждый день там в течение недели в дом к людям, у которых родились эти щенки, и пыталась уговорить всю свою семью, ну, давайте возьмём щеночка, ну, пожалуйста, он такой миленький. А у нас-то у бабушки в то время был большой чёрный такой королевский пудель. И мне он не нравился. То есть, как бы он был слишком большой и не такой красивый. Ну, я была маленькая, тогда не понимала, что все животные, когда маленькие, красивые, потом вырастают. И вот он здесь делает что-то, что работает вот на этом уровне вот этого вот восприятия, да. То есть, он даёт вот этого маленького и днёмка, чтобы он жил три дня, что ты к нему привязываешься, а потом его нужно принести в жертву, да. То есть, часто в фильмах, вот если кто смотрит, бывает такое, что там у главного героя есть там какой-нибудь питомец, или это часть испытаний, например, в спецслужбах, когда тебе дают питомцев, вот ты их там растишь, выращиваешь, и потом тебя заставляют его убить. Чтобы, ну, какая-то внутри тебя должна произойти революция, какая-то жертва должна быть принесена на уровне души, на уровне привязанности, на уровне вот этого вот чувства, да, которое Бог дал, и его тоже нужно переступить и убить. И не знаю, зачем Богу это нужно было вот именно так делать, да. Но может быть, что когда Иисус пришёл, он именно три года, да, был с нами, тоже цифра три. И тоже какую-то привязанность людей вызвало к себе, да. И, соответственно, что когда он умирает и распинается, тоже это шок для всех тех, кто за ним следовал, всех, кто его любил, всех, кто к нему привязался, это непонимание, это, как бы, может быть, разгром комплекса ожиданий, опять же, разгром веры, может быть, даже в какой-то степени, которые ученики должны были пережить, когда ты его лидер, ты его, ну, предводителя, просто убивают у тебя на глазах, публично позорят, он ничего не делает, хотя может. И так просто, ну, как бы, мир шатается, шок, конечно, такой серьёзный. И Петр не просто так бросает всё под этим натиском, он ходит ловить рыбу, да, и все остальные с ним. Так что Иисусу приходится пойти туда, встретить его там, успокоить его, утешить и заново уже отправить на служение экипированным, усиленным, и снять с него это потрясение, да. Ну, то есть это потрясение, оно для чего-то нужно. Что-то внутри нас умирает, вот распинаясь, да, когда вот мы переживаем какие-то тяжёлые потери, тяжёлые какие-то ситуации, какие-то вещи, которые мы абсолютно не понимаем. И я не знаю, зачем так Бог делает, но я вижу, что вот сейчас я эту связку увидела, я об этом никогда не делилась, и мне вот видится, что что-то Бог делает в нашей душе, в нашей внутренности, да. И потом мы можем способны какие-то вещи делать, которые мы, ну, как бы, перестаём быть чёрствыми, может быть, мы не перестаём быть холодными, может быть, перестаём быть самоуверенными, самонадеянными, но понимаем, что всё зыбко, всё только от него, и мы к нему движемся. То есть одно дело говорить слова, а другое дело жить этими словами. И одно дело, как бы, понимать, что есть Бог абстрактный, и даже учить об этом, а другое дело, когда у тебя внутри это колокочет и работает, и производит какое-то действие, да. Это тоже такая грань очень сильная, мне кажется. И вот здесь ещё Бог говорит, чтобы дети твои помнили и знали о том, что есть Бог, который показывает разницу, да, убивает первенцев, и как бы уничтожает, ну, тоже есть такая параллель интересная, на мой взгляд, что делали все завоеватели во все времена, когда завоевывали Израиль. Они убивали мужчин. Но что делает фараон? Он пытается убить будущее, он пытается убить наследие, он пытается убить потомство, он пытается уничтожить способность размножаться, способность нести это свидетельство о том, что Бог есть. и в принципе само существование народа Израиля говорит о том, что Бог есть, он существует, он реальный, потому что он создал этот народ сверхъестественным образом, и этот народ, он продолжает жить как вечное свидетельство того, что Бог есть, что Бог жив. И опять же возвращаясь, что все империи, которые и Осирия, и Римская империя, они уже просто не существуют. И тот же Египет не существует в том состоянии, в котором он был. То есть это все уделы википедии, энциклопедии, каких-то других книг, они все камнили в истории в лето, а Израиль существует и будет существовать до тех пор, пока Бог не соберет всю свою жатву с полей, и весь Израиль спасется, как написано. То есть не только носители крови, но все, кто, как написано, сделают обрезание, и могут быть пришельцами, и могут стать частью народа, и уже не будет различия. То есть вот это вот интересная мысль, что все-таки все люди Земли могут получить этот статус Израиль, и Бог соберет своих с полей. Аллилуйя. Но не об этом сейчас речь, как бы глобально речь о том, что дети должны были помнить и знать, что детей пытались уничтожить, как продолжение рода, как будущность народа. И поэтому этот праздник написан «Ты расскажи детям», когда ребенок твой у тебя спросит, а что это значит? И почему мы всю ночь не спим бодрствуем? Почему мы делаем вот такие трапезы за первый день, седьмой день? Почему накрываются вот это вот горькие травы, вот этот вот ягненок? Почему накрывается определенный порядок в молитвах, которые придерживаются в Израиле, есть определенная какая-то последовательность действий, последовательность указаний, вспоминаются все казни, ребенку объясняется каждая казнь. И для чего это нужно? Почему именно детям? Потому что именно на детей была эта атака. На детей физических, на продолжение рода, на детей Божьих, в смысле духовном. И Бог хочет, чтобы об этом помнили, чтобы с этим разбирались, об этом думали. И тоже сегодня слышала такую историю, мне понравилось, что после, когда Горбачев пришел к власти в конце 80-х, в начале 90-х, после почти столетнего перерыва, или там сколько, ну много лет, с 17-го года после революции, пригласили 6 раввинов Израиля официально в Кремль, для того, чтобы изобновить какие-то отношения, потому что было дипломатическое вообще молчание в течение всех этих лет. И когда приехали эти вот раввины, один из них был Раф Тель-Авива. И он приехал, и их там водили в Кремль, с ними там общались, разговаривали, все такое, да, и потом их повезли в такое место, которое называлось Марьино Рощи. И вообще вот во всех местах, где были концлагеря, или во всех местах, где жили евреи, их уничтожали, там всегда есть определенные такие, как бы памятные столбики, на которых написано на всех языках, и на еврейце там определенные фразы. И всегда они плюс-минус похожи во всех городах, странах. И здесь он вдруг увидел совершенно новую фразу в этой Марьиной Роще, которая говорила с евреи-то дословно, что поднимется моя душа к Богу. То есть, ну все евреи верят в то, что будет воскресенье после смерти, поэтому никогда не кремируют тела, и обязательно предают их погребению. И всегда делают в таких белых простынях на молнии, то есть без всякого гроба, так, чтобы человек мог воскреснуть в белом сразу. Интересно, тоже такая прообраз. Ну и как бы все ждут воскресенье, а там людей как бы сжигали, нечутажали, и было ясно, что тело не сохранится, и тогда они написали на молитвенном столбе вот эту просьбу, да взойдет моя душа к тебе, Господи, да будет она пред тобой вечно. То есть хотя бы душа, чтобы вошла, потому что самое страшное наказание, которое только может быть, это, что душа будет отторгнута от народа, отторгнута от того, чтобы быть частью народа. Потому что если мы помним, что мы читаем Авраам, умер и прилепился к народу своему, да, там этот умер, прилепился к народу своему, прилежился к народу своему, то есть все они находятся в каком-то одном месте, как единый какой-то конгумерат душ, что ли. И самое страшное наказание, он говорит, это истребиться душа-то из народа, да, то есть самое страшное, вот там не просто смерть, а истребление души из народа. И поэтому вот эти люди, евреи в Москве просили, чтобы их душа взошла хотя бы к Богу на евриче, да, и там еще сохранилась старая синагога 17-го года, там еще продолжались какие-то священные действия. И мы вступили в эту перестройку, вдруг через несколько лет просто это место сожгли полностью, камни на камне не оставили. И этот раввин очень расстроился, то есть он думал, надо же, столько лет простояло, столько лет продержалось, и вот на тебе. Прошло еще несколько лет, и после этого решили на том месте, где была пожарящаяся уничтожена, построить новую красивую большую синагогу. И этот раввин, который был раввином Тель-Авива, уже стал главным раввином Израиля, и его пригласили туда заложить торжественно краеугольный камень. И он, когда поехал, ему дали центральное место, центральную речь, и просили, чтобы он выступал, а у него как бы не было внутри ничего, то есть какой-то был трепет, расстройство, такое огорчение. И тем не менее он выступил, там что-то сказал, и прежде чем ему выступать, прибежали археологи и сказали, что вот одна вещь, которая сохранилась и пережила как бы весь этот разгром, погром и пожар, и вот вносят ее прямо перед его речью, и это вот фрагмент этого молитвенного столба, на котором написано, да взойдет наша душа к тебе, Господи. То есть это все доказывает, что есть в этом мире определенный порядок, и вообще вот праздничный праздник, да, вот в Песах, есть седер Песах, да, то есть это порядок Песаха, да, и почему, собственно говоря, порядок, почему так много вкладывается в это слово, почему именно в этот праздник этот порядок присутствует, потому что в чем разница, когда человек просто идет по лесу и боится, например, да, или когда едет человек в лунопарке на американских горках, ему тоже страшно, но он платит деньги, и снова-снова поднимается, боится там и так далее. В чем разница? Разница в том, что когда человек идет по лесу, он не знает, что он может ожидать и как это все будет происходить, и нету никого, кто мог бы помочь, да, а в лунопарке есть тот, кто наблюдает, есть тот, кто запускает эти машины, есть тот, кто останавливает, есть определенные там ученые, которые работали над тем, чтобы эти горки не ломались, не переворачивались, не падали там и так далее, да, то есть понятно, что все под контролем, то есть это есть какой-то, ну, адреналин, есть какое-то напряжение, да, но это не страх, не истерика, не срыв, да, потому что знаешь, что есть кто-то, кто это контролирует, кто за этим наблюдает, и что это всего лишь, ну, как бы, атмосфера развлечения. То же самое наша Земля, наша планета, наша жизнь здесь. Есть Бог, который постоянно контролирует все, что происходит на этой Земле, и поэтому тот, кто верит в Бога, он не боится, да, он может переживать трудные времена, да, он может молиться, чтобы Господь дал что-то более лучшее, более сильное, благословение и так далее, но он не боится, потому что в слове «страх», помните, написано, что в любви нет страха, совершенная любовь изгоняет страх, когда есть страх, нет ощущения безопасности, а безопасность — это вера в Бога, то есть вера в то, что есть тот, кто контролирует твою жизнь, кто заботится обо всём, кто посылает определенные ситуации в твоей жизни, как тренажёры, как какие-то испытания, и ты становишься сильнее, да, и как бы любая ситуация, она чему-то тебя учит, и нельзя же все эти умные поговорки, и всё, что меня не сломало, сделало меня сильнее, да, много таких мудростей есть. Почему? Потому что любой вид, как бы, переживаний, испытаний, которые Бог допускает в нашей жизни, оно призвано натренировать определенные струны Духа, струны Души и мышцы тела. Я верю, что у Бога всё взвешено и всё под контроль. Если мы верим, что Бог управляет нашей жизнью, что нет случайностей, что Он полностью заботится о нас, что даже когда мы спим, мы же не контролируем ни дыхание, ни течение крови, мы непрозрачны, мы не видим, как работают органы, мы не знаем, где там, какие закупорки. И вообще, представьте себе, если все были прозрачны, это же ужас. Нереально вообще видеть, как пища переваривается, как кровь течет, это ужасно. Бог всё контролирует сам, Он всем занимается сам, и Он полностью отвечает за нас, и мы верим, что у нас всё работает нормально. И даже в момент веры, когда сплю, я верю, я верю, что я проснусь. Я знаю, что кто-то бодрствует, потому что написано, что ни временем не спит, хранящий Израиля, да? Именно Израиля. И Израиль, мы говорили, это прямо к Богу общества, у которого 24-7 есть доступ к небеса. И горячая линия с Богом всегда открыта, да? Прямо к Богу. Вот. И поэтому страх не может быть, как бы, у нас, если у нас есть страх, значит, нету, нету, как бы, уверенности в том, что мы в Божьем контроле, в Божьей воле, в Божьей силе. Поэтому со страхом нужно разбираться, то есть осознавать, что неважно, как тебе страшно, нет, это всего лишь напряжение, потому что Бог контролирует все твои процессы. И Он заботится обо всех твоих ситуациях. Ты не можешь заботиться добавить себе рост, ты не можешь заботиться изменить цвет своих волос навсегда, не можешь ничего, в принципе, но Он может все. И если я верю в Его всемогущность, то у меня и страха нет. Я понимаю, что я вся эта жизнь, это как американские горки, как лонопарк, где есть тот, кто это создал, кто это устроил, кто управляет всем этим. И что оно даже если не напрягает, но оно все равно безопасно, потому что в конечном итоге все доезжают до конца, и некоторые там с визгами радости, некоторые с визгами нервными, но все доезжают, и все целые, все невредимые. Ну вот такая какая-то мысль у меня пришла, сейчас вот высвобождаю вам. Поэтому детей нужно научить, что есть в этом мире порядок, не хаос, и что Бог контролирует все процессы, все вещи, что тот, кто верит, не боится, просто доверяет во всем своему Творцу и Отцу, который может делать все, что он делал в Египте, и это наглядно, да, то, что мы до этого говорили, что избирательно наказывать, избирательно благословлять и показывать наглядно всем, что вода не в крови, да, кровь вода, да, у всего Египта вода стала кровью, а у Израиля нет, хотя пили они с одного источника, то есть, ну, и как можно сделать тьму и свет в одном месте, да, то есть, или как можно управлять этими всеми болезнями, чтобы одни поражали, другие нет, или как можно управлять животными, то есть Бог показывает, что Он управляет, что Он контролирует все существа, все стихии, все природные явления, да, град и огонь, как это, это две противоположные, как бы, ну, субстанции, которые вместе падали на Египет, или как саранча, например, ну, пришла и поела, и потом ушла, да, не осталась, дуник, например, как жабы, смердеть, то есть, насколько это было контроль полный, настолько мы понимаем, что в нашей жизни абсолютно все вещи подвержены Его контролю, Его плану, Его благословению, да, то есть, если мы это осознаем, на самом деле, что Он управляет и ветром, и воздухом, и стихийными бедствиями, и космическими проявлениями, и животными, и вирусами, и всем остальным, то совершенно другой взгляд на жизнь приходит, совершенно другое понимание и состояние, и вот то, что интересно, надо было полмазать кровью или на косяк, да, там, перекладину и два косяка, и когда-то тоже Марина учила, такая мысль была, что это как утроба, да, через которую потом, ну, нельзя выходить было до тех пор, пока Бог не закончит разбираться, да, со всеми египтянами, и потом они, когда выходили из этих дверей, это как человек выходит из утроба, да, там тоже кровь, кровь делается, и, как бы, родился народ, да, который вышел в пустыню для того, чтобы стать этим обществом Господним и уже свободным абсолютно, да, то есть и без полития крови не бывает прощения грехов, и опять же, вот эта вот двойная кровь, кровь завета и кровь жертвы, заветы жертвы, они всегда идут вместе, такие вот у меня мысли возникли по прочитанному, если кто-то хочет что-то добавить, пожалуйста, и вот то, что с первенцами именно Бог разбирался, да, это в ответ на попытку уничтожить первенцев мужского пола и не только первенцев, да, в начале, когда Он пытался уничтожить народ, да, и еще тоже здесь мысль такая, что их изгнали, да, их изгнали, ну, как бы из земли, но изгнали, они успели получить благоволение при изгнании, чтобы получить обеспечение себе и на все служение Богу потом в пустыне, и, как бы, ощущение от изгнания, оно как-то вот неприятное, да, когда тебя увольняют, и тоже люди, как бы, ну, чувствуют себя некомфортно, меня уволили, меня не захотели, да, начинает там проблема с самооценкой какая-то быть, и эта ситуация, она потом возвращается, возвращается, и возвращается внутри, и, в принципе, в писании нету лишних слов, и если вот это слово присутствует, что их как бы выгнали из земли египетской, то ощущение, может быть, негативное, да, какое-то такое, неудовлетворенное, как бы, не я сам ушел, да, меня выгнали, то есть унизили, то тоже, опять же, это определенный какой-то тренажер для данной Богом, и какая-то часть души должна была осознать какие-то вещи с одной стороны, и с другой стороны, вот даже увольнение, да, это выход на волю, да, фактически, это что-то хорошо, но воспринимается как-то неприятно, и вот часто какие-то вещи, которые для нас хороши, которые несут для нас благословение, они не выглядят как благословение вначале, и мы не осознаем, а переживаем какую-то эмоциональную гамму, ну, отличную от той, которую Бог ожидает, что мы будем переживать, и вот это слово, которое я получила вчера, что, или позавчера, что, как бы, Бог открывает двери, где ты можешь видеть все свои победы, и радоваться каждой своей победе, которую ты пережил, да, то есть там есть место, где Бог как бы коллекционирует все твои победы, и маленькие, и большие, и средние, и от каждой победы можно радоваться, ликовать, и торжествовать, но мы не помним это, забываем это, не ценим это, или вообще не расцениваем это как победу, да, и, соответственно, не радуемся, и поэтому Бог отпускает нас вот в это место, в эту грань, для того, чтобы мы это как-то подумали, осознали, и радовались. Аминь. Если есть кого-то что-то добавить, пожалуйста, в первый месяц, в 14 день месяца, Пасха Господня, и в 15 день, в 7 месяца, праздник, в 7 дней должны есться пресники, в первый день да будет у вас священное собрание, никакой работы не делайте, и приносите жертву все сожжение Господу, из крупного скота, из крупного скота двух терцов, одного овна, и 7 однолетних агнцев, без порока они должны быть у вас, и при них приношение хлебное, приносите пшеничной муки, смешанной с елеем, 3 десятых части ефа, на каждого терца, и 2 десятых части ефы на овна, и по десятой части ефы, приносите на каждого из 7 агнцев, и одного козла в жертву за грех, для очищения вас, сверху утреннего всесожжения, сверху утреннего всесожжения, которое есть всесожжение постоянное, приносите себе, так приносите и в каждый день из 7 дней этот хлеб, жертва, приятное благоухание Господу, сверх всесожжения постоянного и возлияние его должно приносить к тебе. И в 7 день добудет у вас священное собрание, никакой работы не работайте. И воспел давить песть Господу в день, когда Господь избал его от руки всех врагов его и от руки Саула, и сказал, Господь твердыня моя и крепость моя и избавитель мой, Бог мой, скала моя, на него я уповаю, щит мой, рог спасения моего, ограждения моего, и убежище мое. Спаситель мой, от бед ты избавил меня, призову Господа достопоклоняемого и от врагов моих спасусь. Объяли меня волны смерти и потоки беззакония устрашили меня, цепи ада облегли меня и сети смерти опутали меня, но в тесноте моей я призвал Господа и к Богу моему вызвал. И он услышал из чертога своего голос мой и вопль мой дошел до слуха его, потряслась, сколебалась земля, дрогнули и подвиглись основания небес, и поразгневался Господь, поднялся дым от гнева его и из уст его огонь поедающий, горящие угли сыпались от него, наклонил он небеса и сошел, и мрак под ногами его, и воссел на херувимов и полетел, и понесся на крыльях ветра, и мрак покрыл, и мраком покрыл себя как сенью, сгустив воды облаков небесных, от блистания при ним разгорались углеогненные, возгремел с небес Господь и Всевышний дал глаз свой, пустил стрелы и рассеял их, блеснул молнию и истребил их, и открылись источники моря, обнажились основания вселенной, от грозного глаза Господа дуновения духа врага моего сильного и ненавидящих меня, которые были сильнее меня, они восстали на меня в день бедствия моего, но Господь был опорой для меня и вывел меня на пространное место, избавил меня, ибо он благоволит ко мне, воздал мне Господь по правде моей, по чистоте рук моих вознаградил меня, ибо я хранил пути Господа и не был нечестивым пред Богом моим, ибо все заповеди его предо мною, и от уставов его я не отступал, и был непорочен и воздал мне Господь по правде моей, по чистоте моей, пред очами его, с милостливым ты поступаешь милостливо, с мужем искренним искренно, с чистым чисто, а с лукавым по лукавству его, людей угнетенных ты спасаешь, и взором своим унижаешь надменных, ты Господи светильник мой, Господь просвещает тьму мою, с тобою я поражаю войско, с Богом моим восхожу на стену, Бог, непорочен путь его, чисто слово его, щит он для всех, надеющихся на него, ибо кто Бог, кроме Господа, и кто защита, кроме Бога нашего, Бог припоясывает меня силою, устрояет мне верный путь, делает ноги мои, как колени, и на высоты мои поставляет меня, научает руки мои брани, и мышцы мои напрягает, как медный лук, ты даешь мне щит спасения твоего, и милость твоя возвеличивает меня, ты расширяешь шаг подо мною, и не колеблются ноги мои, я гоняюсь за врагами моими, и истребляю их, и не возвращаюсь, доконя не уничтожу их, и истребляю их, и поражаю их, и не встают, и падают под ноги мои, ты припоясываешь меня силою для войны, и не излагаешь передо мной восстающих на меня, ты обращаешь ко мне тыл врагов моих, и я истребляю ненавидящих меня, они взывают на нет спасающего Господу, но не внемлитым, я рассеиваю их как прах земной, как грязь уличную умну их, и топчу их, ты избавил меня от мятежа народа моего, ты сохранил меня, чтобы быть мне главой над наплеменниками, народ, которого не знал я, служит мне, и наплеменники ласкательствуют предо мною, по слуху обо мне повинуются мне, и наплеменники бледнеют и трепещут в укреплениях своих, жив Господь и благословен защитник мой, да будет превознесен Бог убежище спасения моего, Бог мстящий за меня и покоряющий мне народы и избавляющий меня от врагов моих, над восстающими против меня ты возвысил меня, от человека жестокого ты избавил меня, зато я буду славить тебя, Господи, между наплеменниками и буду петь имени твоему, величественно спасающий царя своего и творящий милость помазаннику своему Давиду и потом твоего вовеки. Амин. Ну очень сильное местописание, да, как бы такое мощнейшее я бы сказала и то, что мне бросилось в глаза, ну во-первых чистый смысл, да, что 7 дней должны мы есть опресники, да, священное собрание в первый седьмой день, у нас сегодня седьмой день и мы делаем это сейчас с вами священное собрание и вот это вот общение и Дэнни как начал читать сразу я почувствовала лавину Божьей силы, которая начала сходить и посещать нас и вот обратите внимание это как бы перекликается с тем, о чем я говорила, что есть контроль Бога над всеми ситуациями, что есть вот этот божественный порядок у всех сферах и что активировало Бога двигаться в этом как бы в этой молитве да, муки смертные объяли, да, там стеснили меня, да, и что он сделал вызвал к Богу то есть как бы пришло давление пришло адреналин пришло угнетение может быть даже, да, я вызвал к Богу там Давид говорит и Бог ответил что 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 заставило двигаться молитва человека вопль да активация и пошло такое вообще изменение всего там в небесах в сферах и Херувимы и Бог на Херувимах и огонь и молнии там колебания земли то есть мы даже может быть не видим что делает наша молитва наш вопль когда мы стонем когда нам плохо или когда нам тяжело то есть не всегда мы видим это да то есть он говорит что он видит в духовном мире что начало происходить в ответ на его молитву да то есть я никогда даже не думала об этом с той точки зрения сейчас только когда я мечта меня начало накрывать я понимаю что молитва она просто активирует все духовные атмосферы духовные какие-то переделы духовные власти там идет это вот расчленение отделение там соединение наполнение дрожание там и так далее это все просто молитва активировала да и силу побеждать врагов и противостоять и видеть и торжествовать все это сделала просто молитва да и следующий этап наступает там с Богом моим восхожу я на стену да что такое на стену в общем что по стенам ходить можем или на стену восходить можем не можем но с Богом мы можем делать невозможное с Богом ну и как бы в молитве это переходит в это состояние уверенности в нем, что я могу делать вместе с ним невозможное то, что нормальный человек делать в нормальном состоянии не может и врагам мстить и так далее и все остальное то есть я делаю то, что я обычно как человек не могу но с ними все могу вот это вот у меня поднялось внутри что как это все активируется все эти духовные процессы и какие плоды приносят эти активации то есть какой результат победа, 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 победа и движение в сверхъестественном и прорыв в те сферы в которые сам по себе ты не можешь попадать поэтому конечно это местописание оно просто мощь спасибо еще так прочитал помазанно что меня тут просто укрыло вот так аллилуйя, слава Господу поэтому сейчас мы делаем вот это вот священное собрание и я вообще предлагаю ну не коллективно но когда разойдемся сделайте вечерю в честь праздника да, то есть примите эту вечерю и поразмышляйте порассуждайте тем, что сделал Господь да, как Он выводил народ из рабства физического как Он сейчас выводил всю планету из рабства духовного и как у каждого праздника есть потенциал освободить освободить и тебя лично и твою семью и твой город твой страну твой народ и твою планету то есть я верю, что Бог начал что-то делать очень серьезное то есть как бы вот эта смена власти возвращаюсь она не просто так и я верю, что мы не понимаем каких-то процессов и каких-то ситуаций но духовность во всем мире она как-то возрастает и с другой стороны власти меняются и в Израиле пошла сейчас перестройка правительства да, у нас выборы были и в Украине и в других местах там какие-то идут переделы и то, что я вчера видела что много людей покрыты покрывалами ну как шкуры разные да, вот в Скине например было четыре крыши я увидела что вот брошено на землю на людей определенных как бы чары такие что ли и есть люди которые покрыты каким-то ну каким-то заблуждением есть люди которые покрыты каким-то вот этим депрессией есть люди которые покрыты каким-то покрывалом неверия там того же атеизма еще какие-то есть люди которые имеют одно, два, три покрывала есть которые просто слоями покрыты этих покрывал страшных и к ним просто словом не достучишься. Нужны какие-то особые полномочия, особое какое-то оружие, какое-то особое Божье помазание, Божьи какие-то грани, которые позволят служить этим людям, которые позволят вытащить из этого плена и рабство. И поэтому Бог, Он даёт сейчас новое движение, веяние, новые какие-то полномочия, новые какие-то способности. И сейчас важно быть чутким, и каждому делать то, что он хочет, ну, Бог хочет его делать. И каждый из нас, он выполняет свою функцию, свою грань пазла, свою, как бы, часть в игре. То есть, когда играют, приведу простой пример, когда играют в игру, у каждого игрока есть время для своего хода. И он не может ходить вне времени своего хода. И получается, что каждый игрок параллельно развивается, но вместе они играют в одну игру. И у каждого есть, как бы, своя функция, там, свои моменты, когда, ну, если монополию взять, например, то есть, моменты, когда нужно что-то приобретать. Есть моменты, когда человек попадает в разные ситуации, да. То есть, ну, каждый индивидуально, но в то же время мы все делаем что-то одно общее, большое. И кто-то едет вниз, кто-то едет вверх, кто-то преуспевает, кто-то поражается. Но, тем не менее, как бы, у каждого есть своя функция. И игра не может продолжиться до тех пор, пока каждый игрок не сделает свой ход. И я не получу свой ход. Да в любой игрок, даже в баулинг, если играть, как бы, пока не тот, кто должен бросать мяч, не выбьет те кегли, которые он должен выбить, моя очередь не достанет, выйти на игровую площадку, да. То есть, мы все взаимосвязаны. И как бы Бог нас просто соединяет определенным образом. И почему мы нужны друг другу? Почему из одной ноты нельзя сделать музыку, да, или из одного цвета нельзя раскрасить мир? Тогда все это получается не только однобокое. Почему Бог хочет вот эти вот все композиции цвета, композиции огня, композиции вот этой музыки, да, вот этой красоты, запах там, да. Один овощ хорошо, но в салате это гораздо круче, да. Или там все ингредиенты хороши сами по себе, но когда из них делается какая-то пища, блюдо шикарное, то это совершенно другое, да. И каждый раз хозяйки знают, кто экспериментирует. Получается разное, да, то есть, ну, может быть, вроде бы все то же самое, но чуть-чуть что-то другое. И получается какая-то изюминка и новый вкус, к которому ты не привык, которого ты не ждал и не звал. И Бог использует вот эту вот изюминку и вот этот ингредиент новый, и Он каждый раз вот дает нам, даже вот здесь вот мы в одном составе всегда, то 17, то 18, то 20, то 3, то 8. То есть мы даже всегда, когда мы собираемся, мы скрещиваем наше полназание, наше знание, наше откровение, наши какие-то вещи. Я вам даю какие-то пазлы, у вас есть какие-то пазлы. Все это сливается и становится какой-то вкусной пищей. И кто-то что-то слышит впервые, кто-то уже это слышал, но вдруг до него доходит, это глубже, шире и дальше. Идёт какое-то такое смешение, помазание, и дьявол просто даже не знает, что с этим делать, потому что, ну, этого блюда нет в природе, оно вот сейчас рождается, сейчас и здесь. И настолько это интересно, даже вот я как бы не готовилась к уроку, всегда есть экспромт, то есть как бы те вещи, о которых я не думала говорить, вообще грани, которые я не думала озвучивать и смотреть, они вдруг всплывают, и я их вдруг выдаю в эфир. И я их не сдерживаю, потому что я знаю, что значит здесь для кого-то это блюдо необходимо, или этот ингредиент в этом блюде, он нужен. Поэтому я даже уже не озвучиваю, что я не собиралась про это говорить, или про то, я просто говорю, говорю, говорю. И я знаю, что это всё не случайно, потому что потом ты будешь с кем-то говорить, или с группой, или с одним человеком, или даже с самим собой, или с дьяволом, ты будешь разбираться, и тебе эти ингредиенты понадобятся для того, чтобы противостоять, как витамины. Сейчас мне Бог показывает, мы когда принимаем пищу разного рода и формы, то есть Бог так запланировал, что у нас идёт сверхъестественное восполнение всех потребностей организма через пищу, которую мы принимаем. То есть и железо поступает, и цинк, и калий, и кальций и так далее. То есть и каждый элемент, он важен и нужен, но если человек начинает есть какую-то одну пищу, у него может начаться витаминоз. То есть я не доктор, конечно, но я знаю, что у меня были соматические приступы, я попала в больницу, и мне сказали, что у меня калия не хватает, выписали калий, чтобы я его принимала, да, какое-то время. А потом сказали, ешь бананы, ешь бананы, потому что не будешь есть бананы, не будет у тебя калия в организме. То есть Бог так сделал, что каждый из нас, и каждый как бы продукт, который мы представляем с собой, то есть это все образы, конечно, да, то есть мы приносим какой-то определенный цвет, вкус, витамин, силу, и какое-то пополнение запасов в теле, да, с теми, с кем мы общаемся, с теми, с кем мы разговариваем, даже просто сейчас идет какое-то восполнение, у кого-то вера восполняется, у кого-то сила, у кого-то страх уходит, у кого-то жизнь врывается, у кого-то там какие-то покрывала сегодня лопнули, порвались и рухнули, да, потому что дьявол все время нам пытается на голову что-нибудь накрыть, чем-нибудь надеть, чем-нибудь загородить нам Господа, да, и вот это тоже интересно, что каждый из нас уникален, да, и вот Бог каждый раз готовит новое блюдо из нас и для нас, да, то есть из тех знаний, которые есть у меня, у вас перемешивая это все и давая вот эту вот необходимую, ну, скажем так, микстуру или как что, пищу, которая нужна именно тебе, именно сейчас, именно в этот момент, и каждый остается в плюсе, нет никого, кто остался в минусе, это супер, еще сейчас мне подумалось, тоже, она такая мысль, и она улетела, куда же она улетела, сейчас, чтобы царство твое пришло, прятится имя твое, а, еще в этот день, как бы считается, что море раздвинулось, и стояло две стены, с двух сторон, и народ шел, да, через море, и вот это тоже, как бы интересно, и что, когда море раздвинулось, то есть свет Бога был явлен, опять же, физически на землю, да, и вот я думала об этом, что, почему не было праздника, посвященного раздвижению моря, и вот оказывается, он есть, это седьмой песок, так интересно, и это чудо, оно тоже, как бы, ну, важно, как бы, чтобы оно праздновалось, чтобы оно было отмечено, зафиксировано, и вообще свидетельство двух истин, да, и свидетельство двух этапов, арка, и когда мы две руки поднимаем без гнева и сомнения, то Господь сходит и наполняет, и мы тогда подобны, как сосуду, да, с горлышком открытым, который готов, готова принимать, а если одна рука, то как-то мимо льется, да, то есть оно, конечно, сливается, но мимо утекает, то есть в тебя не втекает, поэтому две поднятые руки, это как символ, да, такой арки, которая, ну, как горлышко, которое в тебя вливается, слава, сила, вера, могущество, и вот эти две стены, да, то есть раздвинулось оно напополам, то есть не осушилось море, не встало одной стеной, да, оставив берег, например, а именно с двух сторон, то есть они шли, и это была как арка, да, то есть как бы милость и истина, может быть, да, так сказать, как ограждение, щит и ограждение, да, истины его, то есть вот эти вот свидетельства двух, два свидетеля, две волны, две стены, ну, так интересно, то есть можно еще об этом подумать, но это зафиксировано, аллилуйя, но это все равно не та мысль, которую я хотела, но пока не помню, хорошо, кто-то хочет что-то добавить, пожалуйста, нет, ну, это очень-очень мощно, очень сильно, Яна, даже то, что Бог все видит, все знает, и мы это все понимали, но меня как-то особенно это коснулось, что реально Бог все знает, Он реально нас видит, Он, ну, абсолютно все знает, чтобы бояться нам какие-то дела делать, бояться, ну, все, ну, бояться я имею в виду, не как дьявол пугает, а просто знать, что понимать это, кто мы, и кто Бог, ну, вот такое, ну, очень сильно, спасибо большое, и чтобы детям, даже маленьким, об этом говорить, им это читать, им Библию, завезу надо им это читать, это правильно, но даже те, которые не хотят слушать, просто рассказами такими, рассказывать, что Бог сделал, ну, очень сильно, я просто, я очень впечатлена, Яна, да, огромное спасибо. Спасибо, Галина, я рада, если Господь послужил, Алалуя. Да, вот, то, что Злата написала, тоже сейчас я открываю, читаю, и воспел Давид песню, то есть, песни, да, это, тоже, когда мы поем песню, это приводит в Господа в движение, не только молитва, но и песня, и на каждое значимое событие, да, делались песни, и вот это вот после моря Девора, да, начинает петь песню, не Девора, простите, а Мириан, и Девора пьет, пьет, поет песню после того, как они побеждают с Вараком, да, то есть, вот эти вот, каждое, такие значимые события, они всегда сопровождаются песнями, Господь твердыня моя, крепость моя, избавитель мой, Бог мой, скала моя, на него упала, ищит мой, рог спасения моего, граждение мое, убежище мое, спаситель мой от бед, ты избавил меня, призову Господа достопоклоняемого, и от врагов моих спасусь, видите, насколько это мощно, то есть, помнить о том, кто Бог, кто я, и где вообще все это, и что происходит, молитва очень мощная, аллилуйя, ну что, если никто не хочет ничего добавить, всех тогда с праздником, благословляю, и пусть еще и еще откровения приходят о том, что происходит в духовном мире, когда мы молимся, когда мы поклоняемся, и я верю, что даже не есть хлеб, теченый, я верю, что даже когда мы не едим, хлеб в течение недели, тоже мы, не зная того, но выполняем какую-то вещь, необходимую для нашего тела, потому что что-то как бы от глютена избавляется, может быть, да, там кровь или еще что-то, то есть раз в году не есть неделю хлеб, что-то в теле точно происходит, и квасное, вот это вот дрожжи, говорят там, страшный враг, и как бы они там никогда якобы не выходят из тела, такое мне вот рассказали сейчас на Украине байку, вот, и что вообще дрожжевое там, это все плохое, да, то есть как будто бы мы отказываемся осознанно от всего плохого, на неделю, да, и становимся чистыми-чистыми такими, с Богом соединяемся, но я, например, просто хлеб исключаю, не то, что там обязательно мацу надо есть или еще что-то, но это интересно, то есть как бы разные, я уверена, что нету каких-то лишних поручений, деталей, и что Бог просто так не дает какие-то указания, если Он как бы говорит, что вот неделю празднуй не так, значит, вот ему важно, чтобы это было именно так, и делай трапезу, делай трапезу, потому что когда ты ешь, то ты не только снаружи празднуешь, да, но и внутрь тебя попадает, и питание, и тело начинает быть участником, то есть это не уровень души и духа, это уровень уже физического тела, и тогда полнота приходит, да, в празднование включается, это полнота, и когда вот мы пьем, веселимся и кушаем, то есть у нас получается дух, душа и тело задействованы в активе, в поклонении, в прославлении, в слиянии, аминь. Прошу, Отец Небесный, я благодарю Тебя за этот день, я благодарю Тебя за заканчивающийся праздник, наступающий шаббат, за то, что мы входим в какую-то новую эру, за то, что мы уже проходим через это море, и просто выходим, пусть это пустыня, но это сверхъестественная пустыня, где змеи не жарят, скорпионы не жарят, где атмосфера меняется, где одежда не ветшает, растет вместе с телами, где сверхъестественный хлеб с неба, сверхъестественная вода из скалы, где сверхъестественная защита Твоя, покров Твоя, облако Твое, огонь Твой, жизнь Твоя, мощь Твоя, величие Твое, и все ели одну и ту же пищу, и одну и то же питье, вода духовная. Я благодарю Тебя, Отец, за то, что Ты возвращаешь наши в эти дни, чтобы мы осознавали и заново переживали, размышляли над всеми гранями. Конечно, тут очень много еще граней, о чем можно говорить, но вот эти пункты, они очень важны, которые мы касались сегодня. И пусть Господь совершит то, что хочет Сам в этом дне. И пусть придет это ощущение свидания с Ним, назначенные встречи с Ним, переживания вот этого вот Царства Небесного на земле. Спасибо Господь за это открытое, за эту приближенность, за эту уникальность, за эту великолепность, за это благословение, которое течет, за эту красивую, вкусную пищу, которую Ты приглашаешь нас вкусить вместе с Тобой. Я сейчас вижу такое, как дорогу, рельсы, но оно как бы, как будто бы дорога в жатву, и жатва пробивается сквозь эти рельсы, и заканчивается все такой славой. Такое интересное видение я сейчас вижу. Алиуя, спасибо тебе, Господь, не согласна идти по этим рельсам и не сбиваться, не кончить Твоей славой, потому что это Слово и Дух, я верю. Слово и Дух, Дух и Слово. И Господь двигайся, двигайся сам, как только хочешь. Ты благослови каждого сверхъестественно. Пусть приходит еще больше Твоя сила, Твоя власть, Твоя глубина, Твоё могущество и Твоя авторитет, Ваше имя Иисуса. Аминь. Всем с Господом. Спасибо за участие. Будьте благословены. Злата, особое спасибо за запись, потому что мне нечем было записать сегодня. Пусть Бог будет прославлен и превознесен. Отец, Сын, Дух, Сын, Аминь. Люблю Вас, обнимаю, Шабад Шалон.